Вот для того, чтобы цветы зацвели они в июле, и чтобы они цвели пышно, а, конечно, посев у них достаточно ранний. В этом году я их посеяла в теплице на моей любимой третьей грядке. Это было где-то 25 апреля, но в следующем году я посею на неделю раньше, потому что, как оказалось, не так уж они боятся и холода, не так сильно. Росли они замечательно. Высаживала я их примерно сантиметров. Ну, вот такие вот они были, вот такие были росточки. Посмотрите, вот это один цветок, один, сколько у него боковых отростков. Это первый расцвел. Посмотрите, он весь в отростках. Белый сюда пришел он оттуда. Но они настолько пышные, они настолько красивые. А этот, вот кажется, эта циния называется мамин праздник. Она такого красного цвета, с ума сойти. Циния очень любит воду, как оказалось. Очень любит. Да, у нее от дождя начинают подгнивать нижние листья. Но это не болезнь. Это от того, что вода набрызгала на эти листья, а дожди шли ливневые, потому это просто от грязи. Но обмывать их трудно. Они же шершавые, у циния. Поэтому опрыскивать их не надо. Они практически ничем не больны. Но поливать их надо, ну, два раза в неделю. Очень обильно. Только тогда вы такие кусты увидите. Это цветение беспрерывное. Они не останавливаются. Даже не видно, что цветы какие-то погибли. Вот цветок отцветает. Видите, вот для того, чтобы, допустим, сделать все-таки декоративным этот куст, чтобы не было такой, ну, как бы грязи, да, уберите лепестки и дайте возможность образоваться семенной коробочке. Семенная коробочка очень даже нам пригодится, потому что это сортовые. Это не F1. И можно собрать семена и посеять их на следующий год. Вот на этой клумбе, что только не росло. Потом я решила все-таки здесь, как бы передняя часть участка, посадить лилейники. Вот посмотрите, какая же это красота. Я его называю, этот лилейник, бархатная платьица. Посмотрите, сколько из двух цветоносов, сколько еще расцветет цветов. Вот этот отцвел. Можем его оторвать и выбросить, разумеется. Они цветут всего одни сутки. Но их много. Поэтому никогда не бывает, чтобы клумба была без цветов. Но в этом году под эту клумбу подлезла моя дорогая крыса, которая живет под землей. И большую часть лилейников, и очень красивых, она погубила. Вот тут даже лысины есть. И когда у меня возникла необходимость, чтобы пересадить черенкованные флоксы, я посадилась сюда в надежде, что лилейники, наверное, погибнут. Потому что их вытаскивала без корней. Ну, кого-то присадила. А они не только не погибли, они еще и прекрасно зацвели. Но здесь теперь цветут и флоксы. Видите, они разнообразные очень. И это... Хоть и в один стебелек вырос, но тут даже не в один. Тут в несколько. Но они все цветут, чему я очень рада. Я люблю такое разнообразие. Это всегда радует глаз. Вот посмотрите. Конечно, дождь все портит. Но посмотрите, как они прекрасны. Ну, просто нет никаких слов. А еще запомните, пожалуйста, вот лилейники гибридные, да, культурные. И лилейники дикие, они повыше. И растут у нас там, в лесу, перед лесом, желтые лилии. Те лилейники, это не лилии, тоже лилейники. Их нельзя высаживать рядом. Хотя бы метров 50 между ними, потому что они переопыляются. И вы получите неизвестно что в итоге. Флоксы, они же просто... Вот эта нежность, посмотрите. Какой он хорошенький, да. Розовые мазки. Просто, просто как будто художник ночью ходит и что-то там подрисовывает. Меня это всегда приводит в дикий восторг. Крыса, на самом деле, в этом месте флоксов. Здесь коллекция была огромная. Она подъела все корни. Я не знаю, как с ней справиться. Мы сделаем отдельную программу. И все, что за это время я нашла, узнала, и как я их травлю, я вам обязательно расскажу. Ну, а с цветами, я надеюсь, что гвоздики, гортензии, ромашки, все это есть и у вас. Колокольчики. Вот дикие колокольчики. Разве они не хороши? Да это просто чудо, а не колокольчики. Здесь и анютины глазки, здесь и розы. То есть здесь, конечно, нужно все приводить в порядок, но руки пока не доходит. Оставим это удовольствие до осени. Ну, про цветы пока все.